громче начну поехали здравия дорогие друзья добрых хотел бы и меня зовут александр мне 31 год хотел бы рассказать о своей ситуации про тцк получается такая интересная ситуация я ехал на плотине ехал на встречу к товарищу чтобы рассказать ему как с помощью волеизъявления как с помощью конституции быть посвободнее чтобы не бегать от тцк и так далее еду я на плотине нас останавливают эти же тцкшники маршрутку где за плотину за плотина как ехать в город останавливают ну я как понял что необязательно подчиняться всем кому попало тех у кого нету полномочий так далее я не обратил внимание себе принял короче маршрутка остановилась неважно как просто остановилась себе принял что не надо никуда идти я сидел сидел всех там просмотрели и все мы дальше поехали получится я ехал человеку чтобы объяснить ему за тцк там поделиться документами и такое навстречу я к этому человеку приехал перед тем она у нас как бы тцк остановила ух так с этим человеком мы поговорили и решили что можно разработать такую довидку памятку чтобы потому что каждый человек не может сопротивляться когда тебя грузят 5 автоматчиков еще и 5 этим может пулеметчиков ну надо готовить ты что же уже можешь ну ты вышел из маршрутки нет не вот я первый уже шаг в твои методички то что то и мы вот уже нету смысла выходить никакого какая разница я сама главная шо они они как обычно говорят так мужики все на выехали нет это пошли понимаешь говори за 20 25 до 50 с чем-то это что-то новое у них эти рокировочки происходят что там органы там не канают потому что мы когда остановились у там где ты говоришь да мы специально остановились стояла две маршрутки да мы подходим кому помочь и некому помочь они уже вот так вот стоят и уже все там билетики обелечиваются кому помогает поэтому нету смысла выходить в общении продолжаю с маршрутки они вышел приехал на встречу к этому человеку рассказал ему свой опыт рассказал как с помощью волеизъявления там все делать и мы с ним как бы разработали вот эти памятки что можно прикрепить ее на дверь можно там носить с собой туда-сюда ну и начали разрабатывать и получается в этом свете потом я узнаю что появилось уже решение что это все тцк все это ну короче уже верховный суд вынес приговор что вот это самое как бы крутое пока на сегодня паска на сегодня есть ухвала вот она вот это вот дело вот есть ухвала верховного суда да вот и там в этой ухвале суда именно вот эта формулировка ту которая написал верховный суд то есть там по этому делу очень много разных решений есть решение именно от 0 5 12 22 вот именно это решение вот именно в этом решении вот там вот есть такая вот формулировка ну короче исходя из всех ошибок и успехов решили разработать методичку еще нам вот в помощь вот такое решение подскочила поэтому раз предпоследний абзац предпоследний абзац и там вот написано конкретно что согласно пункта 1 части 4 статьи 393 цпк вот эти вот жалобы ивано-франковского городского территориального центра комплектации и социальной поддержки да не имеют процессуальной дееспособности нету процессуальной дееспособности вот решение нету дееспособности процессуально то есть они не могут подавать суд не могут вообще ничего подать итог такой что друзья образовываемся набираем вот таких документов набираем волеизъявления и будем свободнее не будем короче подчиняться кому попало будет все классно но заходим на наш сайт domdara.org вот конкретно это решение есть на domdara.org на domdara.org есть куча других документов по тцк есть вот этот вот выигранный есть даже открыто уголовное дело до виталий конищенко открывал уголовное дело на тцк город кривой рог дадир дзержинский суд города кривого рога ну так что там парень твой понял все понял да он готов у него было возле волеизъявления но он его потерял короче говоря ну то уже не вот и едешь маршрутки они заходят говорят с двадцати пяти до пятидесяти все на выход сколько вышло мужиков ну человека три-четыре где-то ну вот и не вышел бабки под поддержали там этих тцк-шников начали там орать что ты такой сякой там ты не вышел там и так далее ну то есть все молчали все чисто все нормально когда вы начинаете жить свободным человеком все происшествия на вашу сторону становятся потому что вы на стороне правды но я так предполагаю и все вам удача успех все сопутствует тем более если еще выучить нужные вам статьи то вообще зеленая шелковистая дорога саша молодец это же молодец благодарю за труд стараемся огромное всем благодарность спасибо за субтитры за субтитры за субтитры Алексею Дубровскому!